Шойгу Входящие в НАТО не согласятся ни в какой перспективе на вступление Украины в НАТО. Вот такие вроде бы несложные вещи. Вам так важно, кому относится ДНР и ЛНР, к Украине или к России. Пусть это решают жители ДНР и ЛНР. Вообще-то это должно зависеть от их мнения и больше ни от кого. И конечно же люди, которые в Мариуполе, Мариуполь был под контролем Украины временно, мы это осознавали, и там наши люди. Нам необходима была устойчивая связь с ними. Не только я говорю Мариуполь, я говорю и про Волноваху, я говорю и про Красноармейск, я говорю про Краматорск, Славянск. Несмотря что сами были непростой ситуации, но начинается от 2017 года действовать гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. И это по разным направлениям. Это и спорт, это и культура, это конечно же поддержка вот тех, кто особо нуждается и вот был задействован фонд «Единый Донбасс». Есть ли проблемы? Да. Потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались. Вы знаете, уже все изменилось. Мир уже изменился. В конечном счете это грозит Украине отказ договариваться. По сути одни, утратой национального суверенитета. И это очевидно абсолютно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову. Это не прогнозы. Это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Уступил следующий вопрос. Проблема с родственником. Не знаю, как помочь. Не могу убедить обратиться к психиатру. Работает на ответственной работе. Стала замечать некоторое отклонение в ее поведении. Никаких волшебных слов, чтобы убедить пациента с бредовым расстройством обратиться к психиатру нет. То есть каких-то особенных приемов и так далее. Собственно, критерии бреда, про бред мы говорили уже неоднократно, критерии бреда и характеризуют то, что человек относится к своему состоянию без критики. Человеку невозможно убедить или переубедить в отношении его бредовых заблуждений, его бредовых идей. Они являются абсолютной доминантой. Всадники апокалипсиса уже в пути. Мы были не готовы к тому, что там все было подготовлено к вторжению. Подготовлены обороны, окопы. Российский сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич дал интервью, в котором заявил, что так называемая специальная военная операция против Украины провалилась из-за того, что Путин ошибся. Неправильно оценил ситуацию, когда планировал вторжение в Украину. По словам Клинцевича, Россия думала, что украинцы не готовы к войне и поэтому не будут сопротивляться. А оказалось, что очень даже готовы. Россия рассчитывала, что украинцы будут с цветами встречать оккупантов, а оказалось, что встречали не с цветами, а с джавелинами. 24 февраля надо было начинать эту специальную операцию или нельзя? Я как военный человек отвечаю, надо было. Но сегодня надо правильно сказать, политическое руководство страны по некоторым вопросам было заведено в заблуждение. Просто ввели в заблуждение Путина. Какие-то нехорошие люди. Особенно по отношению гражданского населения. И мы были не готовы к тому, что там все было подготовлено к вторжению. Подготовлены обороны, окопы и прошито всего население. Которое было против нас. Мы думали, что это не так. Бедные российские мальчики в трусиках думали, что Украина не готова к нападению и можно будет ее легко захватить. А эти коварные фашисты, представляете, вероломно накопали окопы и подготовились. Какая подлость, какое коварство, представляете, какой удар в спину украинцы посмели себя защищать. Дальше он говорит, что они в России думали, что украинцы будут рады оккупантам. А оказалось, что украинцы не рады оккупаться. Ну, вы представляете, обычно же во всем мире люди всегда радуются, когда на их городах в 5 утра падают ракеты. А тут украинцы, оказывается, были не рады. Представляете, не оценили. Украинцам это не понравилось. Кто бы вообще мог подумать, что так будет. И понимаете, вот он же все это говорит всерьез. То есть вот он все это говорит на камеру. Он даже не понимает, что он несет, что не так в его словах. Ну и дальше там наступает, значит, вообще кульминация. Вот этот Франц Клинцевич говорит, кто, по его мнению, виновен в провале СВО. И, по его мнению, виновны в этом украинские пророссийские политики, которые ввели Путина в заблуждение. Заводили в заблуждение, которые получали от нас деньги люди, представляющие украинскую элиту, так называемую пророссийскую. Во-первых, тут важно, что Клинцевич откровенно говорит, пророссийские политики Украины получали от России деньги. То есть выступали за дружбу с Россией не по зову сердца, а тупо за бабло. Которые получали от нас деньги. Ну а потом выяснилось, что все эти предатели, которые продали свою страну, оказывается, врали российскому руководству и вводили его в заблуждение. Просто невероятно. Политические проститутки, которые продали свою страну, оказываются врали. Ну это просто что-то немыслимое. Рано или поздно нам предстоит еще по этому разобраться и дать оценку. Клинцевич говорит, что разобраться с украинскими политиками, которые вводили Путина в заблуждение, еще предстоит. Так а чего предстоит? Зачем ждать? Ну разберись сейчас. Разберись с Медведчуком, которого обменяли на командиров Азова. Не хочешь разобраться с кумом Путина и привлечь его к ответственности за то, что он Путину врал? В общем интервью получилось очень смешное. С одной стороны, а с другой крайне показательное. Потому что, во-первых, мы видим, что человек, который является полностью провластным, пропутинским, тем не менее открытым текстом признает, что Путин ошибся, Акела промахнулся. И что Путин врал, когда говорил, что все идет по плану, спецоперация идет как надо. Нет, на самом деле идет не по плану. То есть уже вот на таком уровне, во-первых, признают официально провал вторжения в Украину. Во-вторых, что тоже очень важно, признают, что украинцы враждебно отнеслись к вот этому российскому нашествию. Что украинцы считают россиян врагами, оккупантами, и никто не ждет от России, как освободителей. Никто не встречал российскую армию с радостью. Это тоже важно, потому что сначала российская пропаганда лгала. Российская пропаганда утверждала, что есть какие-то сильные пророссийские настроения. Что Россия кого-то освобождает. Сейчас уже даже официальные российские лица признают, что не освобождают. Украинцы не хотят таких освободителей. Украинцы сопротивляются. Это очень важно, друзья. Обязательно оставляйте комментарии, лайки к этому видео, чтобы оно получило больше охват. Пусть больше людей видят эту информацию. Это важная информация, которую нужно распространить. И обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Это тоже очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!